Странное явление однажды заметил лесник Федор. Никогда такого не встречал. Однажды он забрался на охотничью вышку, стал наблюдать окрестности. Ему нужно было выследить стадо кабанов и посчитать количество молодняка. В этом сезоне было много беременных самок, и сикачи дрались, словно стенка на стенку. В стаде кабанов ожидался реальный бибибум, и нужно было оставить квоту на отстрел. Дикие кабаны настолько пугливы, что ни за что не подпустят к себе человека на такое расстояние, чтобы можно было посчитать поголовье. А охотничья вышка в помощь. Федор забрался по лестнице и спрятался в укрытии. Через какое-то время послышался топот копыт. Это не были кабаны. Федор хорошо различал животных на слух, иначе даром бы он был лесником. Мужчина, стараясь не шевелиться, решил посмотреть, и от удивления даже забыл об осторожности и встал из укрытия в полный рост. Вышка была высоко, и животные вряд ли заметили бы его движение. Мимо вышки пробегали волки, целая стая, а с ними лошадь. Лошадь в стае волков, кто бы мог такое себе представить. И тут Федор вспомнил, как ему рассказывали, что в соседнем селе у кого-то сбежала лошадь. Прошло уже несколько лет с тех пор. Хозяин отыскал свою кобылу в лесу. Та лежала на траве и бережно прикрывала собой маленьких волчат. Их было штук пять, а может, семь. Он не стал пересчитывать. Волчата были в том возрасте, когда уже не нуждались в молоке, но нуждались в защите и тепле. Видимо, их мать погибла или по какой-то причине бросила их. Хозяин не стал разбираться, да и не мог, даже если бы захотел. Но он не хотел. Он просто накинул узду и забрал свою лошадь. Они шли по лесу, и волчата, поскуливая, бежали за ними. Чтобы оторваться от назойливых щенков, хозяин прыгнул на лошадь, пусть даже без седла, и пустил ее галопом. Щенки отстали. Хозяин поставил беглянку в стойло, а на утро она сбежала. Еще три раза он ходил ее искать и приводил домой, а потом махнул рукой. Хочет жить в лесу, пусть живет. Зима настанет, сама вернется. А не вернется, так пусть идет на корм своим бельчатам. Лошадь не вернулась и на корм не пошла. Как ей удалось перезимовать и выжить в лесу, одному богу понятно. Но понятно было то, что она влилась в волчью стаю. Похоже, она не просто в нее влилась, а создала. Что это было? Нарушение закона природы. Лошадь в волчьей стае или волки в табуне. Но тем не менее, после того, как хозяин забыл о своей лошади, многие видели это странное сообщество или симбиоз животных. Охотилась ли лошадь, так и осталась тайной, но вряд ли все мира волков стали вегетарианцами, по примеру, приемные мамы лошади. Федор не верил этой байке, хотя было немало очевидцев в районе. И вот теперь он стал одним из них. Хочешь, верь своим глазам, а хочешь нет, но на полном скаку мимо него пронеслась то ли стая, то ли табу. Лишь об одном жалел Федор, что не взял с собой ни телефон с камерой, ни фотоаппарат. Он был бы единственным, кто запечатлел бы реальное доказательство такого странного союза. С той поры вестник прямо озадачился наблюдением за ними, но никак не попадалась ему эта странная стая. Не везде стояли охотничьи вышки, и Федору приходилось залезать на деревья, чтобы выследить лошадь с волками. Но все тщетно. Прошел целый год уже с той поры, как он видел их впервые. Федор уже начал подозревать, уж не привиделось ли ему все это, может, у него были галлюцинации. И вот на небольшом участке леса в тени, где еще прятались посеревшие кучки снега под ветвями деревьев, Федор увидел следы как раз на том старом снегу. Следы волков и лошадиных копыт. Федор вычислил направление и пошел по следу. Дальше на песчаном откосе тоже встречались следы лошадиных копыт и волчьих лап. Значит, он шел в правильном направлении. Еще издалека Федор заметил странноватую семью. Лошадь спокойно паслась на берегу реки, а неподалеку под тенью деревьев отдыхали волки. Наверное, неопытный человек бы подумал, что волки выследили коняшку и собираются напасть. Но Федор сразу понял, что ничего такого не происходит. Волки были расслаблены. Они катались по траве, чесали лапами за ухом и зевали. Вдруг один из волков вскочил, подбежал к лошади и стал тереться о ее морду. Лошадь фыркала и поворачивала голову. Они явно радовались друг другу и дружили. В тот раз Федор наделал целую кучу фотографий. И уже дома, рассматривая каждую, он вдруг заметил, бока у лошади довольно сильно раздуты. Не было сомнений, лошадь была беременна. Вот это новость! Волчья мамка решила произвести на свет жеребенка. И ведь нашла же в себе где-то пару. Но, как говорится, дело-то не хитрое. Повстречалась где-то лошадка с конем. С той пары Федор следил за лошадью почти неустанно. Он сильно переживал за жеребенка. Лошадь-то лошадью. Но, как бы волки не проявили свой охотничий инстинкт и не съели малыша. В один из дней Федор немного задержался. Все-таки у лесника есть работа не только за беглой лошадью следить. Уже издали он услышал какие-то странные хрипы и стоны. Он понял, что лошадь рожает и ей плохо. Но лесник все-таки боялся волков, они были дикие и были хищники. Федор в торопях залез на дерево и увидел странную картину. Лошадь лежала на боку, бока ее ног вздымались. Она действительно рожала. Вот только жеребенок никак не выходил. Судя по рассказам, лошадь была уже не молода. И тут волки пошли и стали помогать вытаскивать жеребенка. Они упирались лапами и тянули на себя. И вот, наконец, случилось. Жеребенок был на свободе. Лошадь вздохнула и замерла. Федор не обращал на нее никакого внимания. Его гораздо больше заботил жеребенок. Лишь бы только волки его не съели. Но серые хищники, выращенные лошадью, стали облизывать жеребенка. Они явно приняли его как своего. В течение часа он должен был встать на ноги и уже бегать со своей матерью на тонких ножках. Больше Федору здесь было нечего делать. Он решил оставить эту более чем странную семью в покое. Лесник слез с дерева и отправился домой. Вечером он услышал какой-то шум на пороге своего дома. Открыв дверь, Федор обомлел. Вокруг стояли волки, а из-за угла пугливо выглядывал маленький пушистый жеребенок на тонких ножках. Лошади нигде не было. Жеребенок был той же масти, что и мать, только он был мальчиком. Малыш сделал шаг навстречу человеку и осторожно вытянул шею. Один волк подталкивал его в сторону лесника. Жеребенок сделал еще шаг и еще. И вдруг прижался к леснику. Наверное, все таки за те дни, что он следил за странным семейством, волки все таки срисовали его запах. А иначе, как объяснить то, что они привели жеребенка именно к леснику? Федор понял, с мамашей стряслось что-то неладное. Волки не могли выкормить жеребенка. Ему было нужно молоко, и потому они приняли единственное верное решение привести малыша к человеку. Пока Федор устраивал малыша в сарай, волки уже убрались во своясе. Наутро лесник пошел на то место, где рожала лошадь. Худшие его ожидания оправдались. Лошадь по-прежнему лежала там, где и вчера. Копытная мамаша, вырастившая стаю волков, отошла в мир иной, решив произвести на свет целого малыша. Ее нельзя было оставить просто так. Федор похоронил лошадь на берегу, там, где она так любила пастись и щипать сочную травку. Теперь его заботой было вырастить коня. Жеребенок рос не по дням, а по часам, и на следующий год уже был прекрасным молодым конем. Волков с той поры Федор не видел, и это беспокоило. И не просто так. Весной в районе объявились браконьеры. Похоже, что одного за другим они перестреляли всех волков, а Федор даже и не знал, сколько в стая самок и самцев. Ему так и не удалось подобраться к ним. Однажды, объезжая окрестности, уже на своем коне Федор почувствовал, что жеребец тянет его вправо. Прямо даже тормозит и будто спотыкается. Лесник решил довериться коню. Он подошел к огромной еле и сунул морду в ее густые нижние ветви. Федор услышал, как конь кого-то или что-то лежит своим большим шершавым языком. Он опешил и посмотрел под елку. На земле лежали маленькие одинокие волчата. Конь принял их за своих. Наверное, мамаша погибла от рук браконьеров, а маленькие щенки спаслись. Федор взял их на руки. Они с конем побрели тихо домой. Круг замкнулся. Лошадь нашла волчат, вырастила. Они помогли ей принять роды. А затем же ребенок нашел осиротевших волчат. Как бы там ни было, в лесу нужны волки, а не санитары. Федор и его конь стали воспитывать их. Надо было вырастить новую стру. Вот такая история. А вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего хорошего.